Друзья, я обещал вам модный показ. Значит, вот у нас Анна, собственное изготовление. А скажи пару слов, что это на тебе? Есть какой-то там рассказ? Собственно говоря, как бы я делаю дизайн, и сама их собираю. У меня такой, как бы, я вообще дизайнер, но это у меня хобби такое. И они у меня, как бы, получается, один только в одном экземпляре, потому что, ну, я их не повторяю, у меня нет какого-то такого производства, так что я делаю от души, вот как бы, как оно собирается, какой-то дизайн. Вот у меня, как бы, только один каждого дизайна. И каждый какой-то имеет свою идею, цвет, композицию. Вот это, например, что-то типа, как звезда. И они, наверное, мои идеи подходят к каким-то моим одежде, каким-нибудь occasion. Вот. Одна моя подруга сказала, что ей нравится, что у них такая энергия. Я очень, как бы, много люблю работать с цветом, чтобы, как бы, действительно красиво все получилось. Ты знаешь, издалека похоже на янтарики. Вот они такие, свет, свет так на них лежит, вот как на янтариках. Я собираю из разных вещей, начнется из камней, из таких типа, каких-то опол или кристалл. Потом еще я также собираю стекла, керамика. Мне не столько важен сам материал, сколько какая, как они вместе играют, какая комбинация. Вот, например, посмотри, видишь? Нет, давай мы наденем, наденем на тебя и будем смотреть. Например, чтобы некоторые камни были блестящие, некоторые матовые, некоторые отражали, некоторые нет, некоторые прозрачные, некоторые нет. Давай что-нибудь покажем. Да, пойдемте покажем следующее. Значит, это вы посмотрели. Так, друзья, у нас тут новый предмет. Ты знаешь, что эта штука более скромная, она такая поменьше, и там нет таких ярких цветов, вот как там только что был желтый, такой сочный, янтарный. Может быть, вот эта оранжевая, она была бы такая, как более цветочная и летняя, но на самом деле, я не знаю, насчет скромное ли это. Мне кажется, что это очень такая классическая вещь, она такая, может быть, даже очень вечерняя. То есть, например, вот та оранжевая была более как дневная, такая веселая, а эта более такая, как на выход, что такое коктейльное, что-то очень как бы... Коктейльное, да, хорошо. Софистикейтед. Так, коктейлей нет, но вещь есть. Красиво? Красиво. Да. Давай дальше что-нибудь. Следующее. Ну вот тут, что-то такое а-ля бутерфляй какой. Да, да. Я хотела вам сказать, что у меня как бы вдохновение происходит все-таки из каких-то вещей в Мераде. То есть, например, вот это похоже на бабочку, на цветы, что-то такое с геометрией. Может быть, даже что-то такое, чтобы была такая симметрия, типа как sacred geometry, чтобы в нем был какой-то вот такой вот воздушный геометрический паттерн, который на самом деле вот так связать довольно тяжело, потому что это очень трудоемкая работа, сделать симметрию из вот этой вот проволоки и бусинок, и чтобы это все держалось и было симметрично. А если бы, допустим, была бы женщина, вот не черная и в кудрях, а, например, белая и прямоволосая, ей бы тоже пошло? Из моих экспериментов выглядит замечательно на разных всех людях. И что интересно, что как бы, может быть, оно немножко по-другому на них смотрится, но все равно как бы, это как людям подходит этот цвет, как им подходит, как бы такой размер, стиль, но на всех как-то по-другому. А вот смотри, если бы, например, маечка у тебя черная была бы вообще под горло вот туда, тогда бы может быть, ну да, вот тогда может быть вот, тогда может быть серебристое вот это вот все, оно бы оттенялось бы. Ну, слушай, либо так, либо если полностью декольте, оно будет по-другому. Да. Вот это очень такая красивая часть. Полностью декольте я не подумал. Да, может такое быть. Но в этом, в этом плане, мне кажется, что вот это просто такая очень легкая вещь. Я могу себе представить, что его можно одеть и днем, и вечером. Я вообще-то, собственно говоря, не различаю. Я не делаю, что вот это вот только нужно носить тогда. Я ношу под настроение. Вот мне сейчас хочется это одеть, и вот я себя так чувствую, и я одеваю. Я не парюсь, что это не такая. Женщина, наверное, так и одевает, вот нравится и одела. Нет? Ну, знаешь, очень многие, что вот я слышала, они говорят, ой, ну, а куда же я в этом пойду? Меня так это удивляет. Что ты мечтаешь? Вот куда ты пойдешь, туда ты это и оденешь. Так, друзья, тут какой-то, я бы сказал, что в этом есть что-то, даже я не знаю, как. Мне кажется, что это такое немножко как, как такое японское, может быть, что такое морское. Морское, да, морское, я согласен. Нет, и тут морда какая-то. Как сова, да? Да, глаза вот эти наши, эти львы вот эти. Да, 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 потому что когда ты играешь с геометрией, то всегда получается, что у тебя перекликается, может быть, с лицом, с цветами, с чем-то, что в природе имеет геометрию симметричную или похожую. Слушай, ну, вот, допустим, простой человек, вот у тебя их там 10 штук. Сколько же надо времени, чтобы 10 штук переносить? 10 дней. А можно в течение дня еще менять? Можно в течение дня поменять несколько. Ну, тут, друзья, у нас такая вещь, я бы ее так с первого взгляда назвал бы королеву Марго. Такая она с риушечками тут, с такими завитушечками. Это такие весенние цветы как бы, ну, зато такой целый букет. Это цветы, оказывается? Да, сразу. Оно, у меня есть некоторые украшения, ну, у меня как бы не все тут я вам показываю, но некоторые действительно просто очень как этот, как его, король Англии, который не любил большие украшения, как его звали. Когда, знаешь, оно что-то такое, немножко медивил даже имеет какое-то такое. Средневековое. Средневековое такое, да, какое-то. И на самом деле я очень часто знаю руссконародные всякие кокошники и вот такие вещи. Я думаю, как же мне так интересно, может быть, подсознательно это у меня где-то все-таки бродило, потому что некоторые вещи так перекликаются, да. Это было, на самом деле, мое первое произведение, которое я сделала вот в этом стиле, что я сделала, чтобы оно вот так вот как бы имело выпуклые... Трехмерные. Объем такой. Объем. И вот мне это, на самом деле, так понравилось, потому что раньше, чтобы сделать такой объем, использовала очень большие камни. И оно было всегда такое немножко тяжеловатое. Я сбоку зайду, как показываю. Да, оно было немножко тяжеловатое и как ни крути. А тут у меня вдруг получилось как бы как волшебство, что есть объем, но при этом оно воздушное и очень легкое и как бы как кружево. Угу. Слушай, а вот такой вопрос. Ты закончила этот самый Art College в Сан-Франциско. Да. Ты училась в школе при Суриковском институте в Москве. Да. Какое-то влияние, кроме опосредованного, прямое влияние есть между тем, что ты училась чему-то и вот вдруг ты такие вещи делаешь? Ну, если ты все подходишь ко всему с кинохудожественным и дизайнерским взглядом, то что бы ты ни делал, естественно, будет иметь эту перспективу. То есть ты подберешь цвета, ты сделаешь, чтобы это было все пропорционально и в этом-то и заключается дизайн любой. То есть, грубо говоря, скажем, три месяца назад ты еще не знала, что тебе захочется что-нибудь такое сделать? Ну, на самом деле я начала их делать, наверное, более как месяца девять назад. Но что было интересно, что я начала делать совсем в другом стиле и, собственно говоря, я почти чувствую, что меня как-то привело вот именно к этому. Это знаешь как, вот ты делаешь какой-то поиск, пробуешь что-то, пробуешь следующее, и ты чувствуешь, что у тебя как такая тропинка, она тебя ведет вот к чему-то интересному, что вот-вот, вот, о, нужно попробовать это. И вот таким образом я пришла вот именно к этому стилю, который я нигде такого не видела. Я как бы сама это разработала, потому что, чтобы сделать вот эти вот, чтобы оно вот так было выпуклое, это от того, что у тебя проволока где-то короче, а где-то длиннее. Конечно, да. То есть это чисто как физика того, какой вес и как оно все вместе работает. То есть это нужно очень правильно рассчитать длину всех вот этих стилей. То есть ты расчетами занималась тоже? Ну, что происходит, я не занималась расчетами, ты просто занимаешься подбором. Ты визуально смотришь, как происходит натяжение и сколько, ну, что это нужно сделать длиннее, чтобы оно было выпуклое. Ну, в общем-то, каким-то образом я, оно может быть где-то и существует, но для себя это было для меня новое открытие. И у меня взяло очень много сделать вещей, пока я это не довела до такого, ну, что, как бы... Сказать себе... Мастерство. И увидел художник, что это хорошо. Да, да. Мне самой стало интересно проэкспериментировать в этом видео, потому что мне показалось, что это что-то... Ну, просто мне самой было интересно посмотреть, как это будет. И когда они получались, мне оказалось, что вот как красиво, и мне самой хотелось это носить. В общем-то, вот так-то, собственно говоря, и произошло. Друзья, очередной наряд показывает Саша. Сашенька, перед тем, как мы посмотрим ожерелье, покрутись-ка, вот я хочу показать твою прическу сзади. Вот, не-не, ну, не надо хвостом вертеть, не надо, просто покрутись. Так, хорошо, теперь у нас, друзья, ожерелье. Сашенька, а ты видишь сама, что там? Тебе нравится? Да. Ну, что, давай так, ты пока руки опусти и смотри сюда, смотри на нас таким взглядом томным. Ты же модель, сейчас, не-не, ну, подожди, только ты, ожерелье надо показывать, а не взгляд. Взгляд он сопровождает. Так, вот, хорошо. Вот, друзья, заодно и ожерелье посмотрели. Ну, что, здесь такая вещь более серьезная. В такой, в таком украшении можно и на симфонический концерт, может быть, даже пойти, я так предполагаю. Давайте я камеру наведу, покажу. У нас сегодня такой показ получился. Видите, не каждый день приезжают к тебе из Нью-Йорка дизайнер. Вот. Саша, а ты вот, скажи, ты могла бы такое носить вот куда-нибудь? Ага. А куда? А-а-а, на парте. Ну, то есть можно на парте, так, хорошо. Ну, тогда тебе придется ходить в таком строгом черном, да? Друзья, вот еще предмет. Мы видели его на Анне, на авторе, так сказать, а вот на ребенке. Так. Хорошо, хорошо. Мне нравится. Я вижу, что Саша с удовольствием показывает. Да, Саша? Да. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!